хорошо сейчас тогда начинаем наш сегодняшний скажем так семинар или лекцию по параллельному вычисления в современном мире я буду демонстрировать свой экран для удобства презентации материалов так он здесь у вас появится через секундочку вот все у вас должен появиться экран и моя презентация значит тема выступления параллельные вычисления в современном мире зовут меня митричев иван игоревич кандидат технических наук старший преподаватель кафедры информационно-компьютерных технологий рхту имени менделеева российский химико-технологический университет это один из передовых технических университетов россии имеет самый высокий рейтинг среди химико-технологических вузов страны в этом году университет впервые вошел в топ 50 вузов национального рейтинга университетов российской федерации который ежегодно формирует агентство интерфакс кафедры информационных технологий создана в рхту в 2001 году и кафедра обучает студентов бакалавриата по двум направлениям подготовки это 090301 информатика и вычислительная техника и 090302 информационные системы и технологии конкурс заявлений в прошлом году составил девять с половиной человек на место на направлении 090301 информатика и вычислительная техника и 13,3 человека на место на направлении 090302 проходные баллы в прошлом году были 211 на направлении 090301 и соответственно 230 на направлении 090302 некоторые люди считают что информационные технологии это в основном создание сайтов интернет-магазинов приложений для смартфонов до веб-разработка и разработка мобильных приложений это огромный клиента ориентированный рынок но это только верхушка айсберга например чтобы ваш сайт стал функционировать нужен хостинг а это обработка больших объемов данных нужно оборудование а там применяются специализированные технологии виртуализации распараллеливания облачные вычисления поэтому современный выпускник эти специальности должен знать не только основу веб-разработки которые мы даем соответствующих предметах но и хотя бы один из языков программирования высокого уровня мы даем на нашей кафедре язык cc++ как основной затем методы защиты информации от несанкционированного доступа методы шифрования многие наверняка видели в браузерах надпись защищенное соединение которое особенно важно при оплате и других ситуациях передачи пользовательской информации через интернет как установить подобное соединение какие алгоритмы используются вы узнаете на предмете защиты информации основы объекта ориентированного программирования и также нужно знать операционные системы современные это программирование под windows под linux кроме того методы искусственного интеллекта которые сейчас очень популярны технологии создания баз данных без базы данных как известно не обходится ни один современный сайт и многое другое в том числе студентам нужно знать и основы параллельного программирования параллельных вычислений мы выбрали именно эту тему для сегодняшней беседы потому что параллельные и распределенные вычисления стали неотъемлемой частью информационных технологий сегодня они применяются в науке и исследованиях это вычислительная химия физика биология медицина для предсказания погоды в задачах обороны страны связанных с обороной страны в аэродинамике как моделирование воздушных сред так и других сред обтекающих поверхности объектов это автомобили корабли самолеты в обработке больших данных так называемой big data до технологии в операциях связанных с криптовалютой технологиях искусственного интеллекта везде применяются сейчас параллельные вычисления что же такое параллельные вычисления под параллельными вычислениями обычно понимает возможность использования множества вычислительных ресурсов для выполнения одной задачи есть два основных способа организации таких вычислений первый это использование отдельных вычислительных единиц называемых узлами а второй способ это использование множества ресурсов внутри одного вычислительного узла узлы упрощенно можно представить себе как компьютеры но это упрощенно но в это будет правильным. Все, наверное, знают, что такое многоядерный процессор. Использование нескольких ядер внутри одного процессора, внутри одного компьютера, это тоже принцип параллелизма. Также отдельно следует выделить способ, когда ускорение выполнения программы достигается с помощью специальных устройств, ускорителей. Сейчас очень популярны стали графические ускорители компании Nvidia. Их более простых собратьев, графические карты, мы можем видеть с вами в домашних компьютерах, ноутбуках. Мы изучаем программирование для графических ускорителей на специальном предмете в магистратуре. Цель параллельных вычислений – это ускорить решение задачи, либо сделать ее решение вообще возможным. Поясню последнее. Дело в том, что многие задачи, связанные, например, с анализом большого объема данных, можно выполнить только если разбить данные на части. Пример – интернет-поисковик, такие как Google, Яндекс. Кстати, вопрос – сколько сайтов в интернете, как вы думаете? Напишите свои предложения в чат, а мы посмотрим через минуту, кто прав. Параллельные вычисления осуществляют, как правило, на кластерах и на суперкомпьютерах. Кластер – это множество компьютеров, соединенных локальной сетью, используемых как один вычислительный ресурс. Например, можно использовать как кластер компьютерный класс. Чтобы облегчить работу с кластером, созданы специальные программы – система управления очередью задач. С помощью них множество людей могут одновременно работать на кластере, и их задачи будут выполняться, не мешая друг другу. Суперкомпьютер – это уже намного более мощный вычислительный ресурс, который включает сотни, тысячи и десятки тысяч процессоров. Представьте себе огромный зал, размером футбольный стадион. Весь этот стадион заполнен шкафами, в шкафах так называемые blade-серверы. То есть, серверные компьютеры в виде тонких плат лезвий. По-английски лезвие будет blade. Все это соединено сотнями тысяч сетевых и электрических проводов. Каждой плате кулером подключена холодная вода, которая охлаждает процессоры. Эта вода становится теплой, затем выводится на улицу в градирник, где охлаждается. Вот такая система. Представили? Примерно так выглядят современные суперкомпьютеры. Под наиболее мощные из них строят отдельные электростанции. На фото справа мы видим суперкомпьютер МГУ Ломоносов. А вот и ответ на вопрос, который я задал минуту назад. Сколько сайтов в интернете? Их оказывается примерно 1,8 миллиарда. Ну, теперь рассмотрим некоторые применения параллельных вычислений в современном мире. Начнем с примера из медицины. Всех сейчас интересует возможность найти лекарства от коронавируса. И более 650 тысяч человек уже умерло от этой инфекции в мире. И чтобы найти молекулы потенциальных лекарств, которые будут эффективно соединяться с вирусом, с белком коронавируса и обезвреживать таким образом вирус, нужно перебрать огромное количество вариантов взаимного расположения молекулы, лекарства и вируса. Обычного компьютера для этих целей недостаточно. И уже в марте исследователи из Окрыческой национальной лаборатории США использовали один из самых мощных суперкомпьютеров в мире, IBM Summit. Нашли 77 вариантов потенциальных лекарств от коронавируса. Это называется метод молекулярного дотинга. Когда изучают возможности соединения простанственного белка вируса и молекулы лекарства. Сейчас два лекарства уже проверяются на людях. И чтобы вы понимали, что такое суперкомпьютер, скажу, что этот суперкомпьютер Summit содержит 9216 процессоров. А для их охлаждения при работе используется более 15 тысяч литров воды. Еще одно направление использования параллельных вычислений – это моделирование процессоров и явлений в природе, организмах, различных технических системах, реакторах, трубопроводах, двигателях. В этом направлении находится и моя тематика научной работы – вычислительный катализ. То есть изучение на компьютере химических реакций, происходящих с участием катализатора. Для этого мы используем знания, полученные на курсах из блока численных методов, о которых я расскажу позже. Моделирование проводим в операционной системе Linux. Используем как самостоятельно написанные программы на языках C++, Python, MATLAB, изученных на первом-третьем курсах, так и ряд специализированных мощных программных пакетов. Расчеты ведем на кластере, составленном из рабочих станций. Оборудование приобретали на деньги научных проектов, в которых активно участвует кафедра. Наша цель – понять, как катализатор ускоряет химическую реакцию и что сдерживает ее скорость. Для этих целей мы сначала используем методы квантовой химии, с помощью которой понимаем, как молекулы реагируют и в чем наибольшее затруднение. То есть изучаем механизм процесса. Затем это позволяет изменить катализатор. Например, добавить к нему какую-нибудь функциональную группу и улучшить его характеристики. Затем мы переносим реакцию с уровня отдельных молекул уже на уровень химического реактора. И узнаем, как в реальном химическом реакторе будет идти реакция с помощью моделирования. Как можно сделать ее более дешевой, малоотходной, безопасной, выгодной. На нашей кафедре мы выполняем моделирование химических процессов и реакций. А эксперимент проводится в других лабораториях. В том числе мы сотрудничаем с университетом Горде Лиц в Соединенном Королевстве. Теперь пример из аэродинамики. Французский автогонщик Ромен Дюма в 2018 году установил рекорд трассы в легендарном соревновании Pike's Peak International Hill Climb, где надо забраться на вершину холма на время, на машине. Длина трассы около 20 километров. Трасса содержит 156 поворотов, очень сложна. И первые состязания состоялись в 1916 году. Так вот, в 2018 году Ромен Дюма установил непроизойденный на все день рекорд трассы на электромобиле Volkswagen IDR, который был спроектирован с проименением программы Ansys Fluent. В этой программе было смоделировано обтекание автомобиля во время гонки и также найдено оптимальное соотношение между весом топливных батарей и автомобиля в целом и аэродинамическим сопротивлением системы охлаждения топливных батарей. В итоге Ромен впервые прошел трассу менее чем за 8 минут. Никто пока не побил этот рекорд. Подобные задачи студенты нашей кафедры учатся решать на компьютере в магистратуре и аспирантуре. На данном слайде показан кадр реакции на частицы гранулокатализатора. Моделирование выполнено тоже в программе Ansys Fluent в рамках научного проекта с университетом города Лидс. Работая с большими данными, еще одна область применения параллельных вычислений. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как работает поисковая система? Кажется, вот введи нужные слова, нажми кнопочку и все. Вот ответ. На самом деле за простым нажатием кнопки у нас на компьютере следует работа огромного числа веб-серверов. Поисковика Google предложила технологию MapReduce, которая является технологией параллельной обработки данных, где на шаге Map данные разбиваются на части и распределяются между серверами обработки запроса. А на шаге Reduce происходит объединение результатов. Подробное о работе с большими данными вы узнаете уже в бакалавриате в курсе «Большие данные». А именно студенты в специальности 090302 проходят этот курс. Предсказание погоды. Еще одна область, требующая параллельных вычислений. Здесь, как известно, прогнозы погоды даже сегодня не всегда бывают точными, а сегодня для моделирования погоды уже используют суперкомпьютеры. Почему предсказание погоды такое неблагодарное занятие, вы узнаете в лекциях профессора Эльднора Моисеевна Кольцова и нашей заведующей кафедрой. В курсе «Численных методов решения уравнений математической физики и химии». Он входит в блок «Численных методов» этот курс. И вы познакомитесь на этом курсе с понятием странного аттрактора. И тогда поймете, почему погоду предсказывать так трудно. В последней части презентации я буду рассказывать уже подробнее о тех дисциплинах, которые изучаются на нашей кафедре и знания которых особенно востребовано сегодня. Всех абитуриентов интересует, какие языки программирования они будут изучать. Студенты кафедры ИКТ, информационно-капитерной технологии, то есть в ходе учебы в бакалавриате осваивают ряд языков программирования, из которых они впоследствии смогут выбрать наиболее полюбившиеся для работы. На первом курсе изучается язык СИ, как базовый для дальнейшего обучения. На этом языке студенты обучаются процедурному, структурному программированию. На втором курсе студенты знакомятся с программированием под Windows. Здесь на выбор предлагается в качестве среди разработки Delphi, это язык под Скаль, или Visual Studio CC++. Группы направления подготовки 0.9, 0.3, 0.2 также изучают язык Python, то есть направление информационной системы технологии изучают дополнительно этот язык. Также для обоих направлений подготовки преподаются основы веб-программирования. На третьем курсе студенты изучают программирование на языке C++, объектно-ориентированное программирование, программирование шаблонов на этом языке, также изучают операционную систему Linux. На четвертом курсе ребята больше занимаются практическим применением полученных знаний и навыков, а также изучают основы параллельного программирования. Необходимо отметить, что читаемые курсы, «Курс методов и средств проектирования информационных систем и технологий», где сдаются знания по проектированию информационных систем, поможет начать путь от разработчика, от простого программиста, к архитектуру программных продуктов. Также ребята учатся защищать свою интеллектуальную собственность. В курсах защиты интеллектуальной собственности я снова патентоведене на выбор. В магистратуре есть возможность программировать на Java, C Sharp, в редакторе трехмерной графики Unity 3D. Однако многие студенты делают это гораздо раньше в рамках научной работы и дипломных работ. Этому способствует работа в группах, когда у нас в группе состоят преподаватель, один-два магистранты и несколько студентов ВК в ряд, иногда аспирант. Подчеркнем отличия направлений подготовки 0903.01 и 0903.02. Большая часть предметов и языков программирования в этих специальностях, в IT-блоке, совпадают в этих направлениях. Но 0903.02 информационная система и технологии содержат несколько дополнительных предметов для программистов. Например, изучаем язык Python. Только студенты направления 0903.01 информатики и вычислительная техника, напротив, изучают основы компьютерного проектирования в современном программном обеспечении. Например, они изучают программу AutoCAD для автоматизированного проектирования, а также программу Unisim Design. Последняя программа предназначена для моделирования технологических процессов на промышленных предприятиях и широко используется на производстве. Следует отметить, что компания Microsoft сотрудничает с ВУЗом. Студенты 2-го курса проходят летнюю практику Microsoft уже не первый год под руководством сотрудников компании, отвечающих за программу Microsoft Student Partners. В 2020 году практика проходила в форме хакатона, итогом которого стала презентация проектов по тематике AI, искусственный интеллект, for good, для добра. По объединениям хакатона была наша команда из студентов группы CS24, направление 0903.01, информатика и вычислительная техника. Тем, кто не хочет работать руками с пробирками, ждет небольшой сюрприз. Вместо лабораторных работ по общей неорганической химии и по органической химии, студенты нашей кафедры проходят виртуальный практикум. Что же это такое? Практикум был разработан с помощью технологии Adobe Flash, дипломниками нашей кафедры. Сейчас практикум переносится в виртуальную реальность, с тем, чтобы в будущем студенты первого и второго курса могли проходить практикум в виртуальной реальности, надев специальные VR-очки. Подробнее о разработках нашей кафедры, виртуальной химической лаборатории, виртуальном заводе и многие другие видео вы сможете посмотреть в нашем паблике ВКонтакте. В конце будут даны ссылки. Мы также обучаем студентов администрировать операционную систему Linux. Linux используется в качестве основной системы на серверах, в большинстве кластеров, суперкомпьютерах, а также в дата-центрах. Это провайдеры, хостинги, сотовая связь, крупные магазины. Система Android также основана на интере Linux. Почти все Linux-системы, из которых, пожалуй, сейчас самая популярная, это Ubuntu, это открытое программное обеспечение, то есть распространяемое бесплатно и с открытым исходным кодом. Существует огромное число бесплатных программ и библиотек под Linux, которыми пользуются как обычные пользователи, так и ученые. По оценкам, 80% научных расчетов сейчас выполняется под управлением Linux. В ходе курса изучается работа в терминале, установка и компиляция программного обеспечения в Linux, работа с файлами, сетевыми устройствами, жесткими дисками. Курс отведу я. Мы научимся осуществлять удаленный доступ к другим компьютерам под управлением Linux и Windows, использовать их в общей сети, а также изучим скриптовые языки, такие как Avk, Bash, Set. При изучении предметов, администрировании информационных систем и администрировании операционной системы Linux, студенты научатся работать в операционной системе Linux на уровне системного администратора и разработчика, работающего над проектами под управлением этой системы. В итоге студент, прошедший курс, сможет работать с сотрудником дата-центра, системным администратором, сможет вести разработку приложений на Linux. Научиться самим писать параллельные программы поможет предмет основы параллельных вычислений. Основа параллельного программирования. Студенты, прослушившие курс, получат базовые навыки, нужные для работы программистам-разработчикам высоконагруженных приложений и научной работы в области моделирования процессов и явлений. Основным языком для параллельных вычислений у нас в данной дисциплине является C++. Изучаем технологии OpenMP, MPI, а также библиотеку потоков C++ Threads, которая вошла в стандарт C++11. И в магистратуре уже изучаем программирование для графических ускорителей с помощью технологии NVIDIA CUDA. Направление искусственного интеллекта, бурное развитие которого началось в середине прошлого века, одно из самых востребованных в современной науке техники, потому что находит практическое применение во всех областях современной жизни. И здесь широко тоже используются параллельные вычисления. Наиболее обширная и известная его ветвь этого направления – это искусственные нейронные сети. По сути своей, они представляют собой математический аппарат, имитирующий деятельность нервной системы живого человека и живого организма, в первую очередь человека. Изучая нейронные сети, вы сможете создавать математические компьютерные модели любых процессов и явлений, что поможет вам предсказать поведение сложных объектов и систем. Также вы сможете распознавать и классифицировать образы, как пример перед задачей автоматического распознавания номеров машины. Это известная задача, да, по изображениям поступающих с камеры ДПС. Изучая дисциплину метода искусственного интеллекта, вы познакомитесь с различными архитектурами нейронных сетей и сможете их с помощью решать многообразие задач. Этот опыт позволит вам в будущем стать специалистом в той области деятельности, в которой вы занимаетесь, и применять там данные по нейронным, полученные знания и навыки по нейронным сетям. Спектр областей, где они применяются, сейчас очень широк. Это экономика и бизнес-поделирование, то есть акции, курсы, валют, анализ спроса и предложений. Предложения здравоохранения, автомобильная техника, это беспилотные автомобили, летательные аппараты, крупная бытовая техника, роботы-пылесосы, стиральные и посудомонечные машины, электронный мозг для управления транспортом. Изучив предмет «Эволюционные методы и алгоритмы оптимизации», вы узнаете о популярном направлении в искусственном интеллекте, которое называется «Эволюционные методы для решения задач оптимизации». В том числе эти методы широко применяются для обучения, то есть начальной настройки нейронных сетей. На слайде вы видите пример приложения, осуществляющего подбор наилучшей конструкции велосипеда для преодоления случайно сгенерированной трассы. И здесь приложение написано с применением методов искусственного интеллекта, а именно эволюционных методов оптимизации. Со знаниями и навыками реализации методов и систем искусственного интеллекта вы станете максимально востребованными специалистами на рынке труда в условиях современно-высокотехнологичного информационного общества. Ждем вас у нас в паблике ВКонтакте, ИКТ Муктор, пишется так, вк.ком, да, слэш, ИКТ, нижнее подчеркнение Муктор. Также есть сайт, тоже икт.муктор.ру, канал в YouTube, кафедра ИКТ, РКТУ имени Менделеева. И можете подписываться также в Инстаграме, Instagram.com и КТ, нижнее подчеркнение Муктор, страничка. На странице ВКонтакте и на канале YouTube выложены различные видео, посмотрев которые, вы сможете лучше познакомиться с тем, чему обучают на наших направлениях подготовки, а также с последними разработками кафтера. Спасибо за внимание. Наши сотрудники во время презентации отвечали в чате на вопросы. Возможно, если есть интересные наиболее вопросы, я постараюсь сейчас осуществить также ответы на них. Вопросов я не вижу. Да, если вопросов нет, тогда мы можем заканчивать. Благодарю нашего спикера, уважаемого, за предоставленную информацию. Если какие-то вопросы у вас появляются, сейчас я вам скину ссылку на сайт университета, на хранитель университета на нашем сайте, где вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией. Да, на нашем сайте приемной комиссии тоже вся информация есть, очень подробная именно по всем направлениям подготовки в университете. Так что, добро пожаловать. Спасибо всем. До свидания всем.